Можно начинать? Окончить можно? О, да, господи. Здравствуйте. Друзья мои, у меня страшный рассказ. Он поучительный, вам всем пригодится, он крайне утилитарный, и он абсолютно честный. Рассказ называется так. Как пройти техосмотр в Москве? Я должен сделать несколько пояснений. Во-первых, я не буду называть имён и фамилии. Во-вторых, я признаюсь в многолетнем нарушении закона со своей стороны. Техпосодию-то не выжить? Ну, ничего страшного, главное быть честным. Пусть посодят. Лучше честным в тюрьме, чем нечестным не в тюрьме. Вот так я решил. Итак, друзья мои, я никогда в своей жизни не проходил техосмотр. Никогда. Потому что, когда я покупал новую машину, не надо проходить техосмотр. А когда происходило время проходить техосмотр, я просто платил деньги и покупал талон. Вот. Я отступник, нарушитель. И, кажется, это особенно нечем. Нечем. Это грубейшее нарушение закона. И, как говорит одна моя знакомая женщина, которой я доверяю больше, чем самому себе, ты заядлый коррупционер. Говорит она. И на таких, как ты, держится совок. И вообще, вот все. Абсолютно права. Она права. И в январе, то есть совсем недавно, буквально две недели назад, я поехал со своей машинкой, которой уже пять лет, поехал делать ТО-5. Она прошла 56 тысяч миллионов миль. Световых. Световых. Она вокруг Солнца сделала много. И я должен делать ТО. И пока мне делали ТО, я в этом же здании, где у меня дилеры находятся, официальные, авторизованные дилеры, я пошел к своему страховому агенту. И говорю, девушка, вот у меня талон до апреля, техосмотр. А ОСАГО кончается в феврале. Как вот, я не могу понять. Сейчас из всех этих пертурбаций, правил новых, как мне проходить? Она говорит, талон ваш апрельский вам уже не нужен. Вы должны проходить до того, как истечет срок вашего ОСАГО, вы должны проходить новый техосмотр. Потому что без талона, который вам дадут, я вам новую ОСАГО не дам. Так и сказала ОСАГО. Так и сказала. Нет, это я, конечно, шучу. Девушка грамотная, красивая. Ноги, ум, блестящие глаза. Это все по телефону тоже слышал. Почему по телефону? Я же тебе говорю, я пока мне делают ТО. Пошел тут же. В телефон. Хотя я могу это и по телефону. Я врач. В 30-летнем старом. Так вот, я к ней, значит, она говорит, нет, 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 нет. Я говорю, ну хорошо, а где мне тогда пройти техосмотр? Я вот сейчас не могу понять, где пройти. Она смотрит на меня и говорит, нигде. Я говорю, как нигде? Она говорит, ну смотрите, сейчас переходный период. Новых пиков, пунктов инструментального контроля, которые будут основаны на бизнес, так сказать, каких-то правилах, то есть нормальных, отобранных у милиции, у полиции, да, их еще нет. А старые пики, говорит она мне, уже закрыты в Москве. Верхи? Верхи не хотят низов, потому что низы не могут верхи так, как они их хотят. Все? Прекрасно. Сама жизнь. Я говорю, простите, но у меня же сейчас истечет в феврале ОСАГО. Она говорит, смотрите, сейчас до февраля выйдет перечень работающих пиков, и вы куда-нибудь попадете. Вы же и можете еще до февраля, но ездите спокойно. Нормальный человек на моем месте так бы и поступил. Но я, будучи от рождения психопатом, я не могу. Я знаю, что у меня в феврале кончается ОСАГО. Вопрос техосмотра не решен. Я потерял аппетит, либидо и сон. Сразу. Все? И я стал думать, как же мне быть? Я позвонил одному своему крайне любимому человеку. Крайне. Который является профессионалом во всем, что касается автомобиля. И он мне сказал, как тебе не стыдно, не парься, я через 15 минут все решу. Сказал он мне. Что-то сразу мне позвонил. Я через 15 минут все решу. Прошло мне 15 минут, но он мне позвонил и сказал, слушай, действительно, в Москве невозможно эту проблему решить, сказал он. Новых пиков нет, старых уже нет. Я говорю, Иван, говорю я ему, а как же мне ездить, Иван? Он мне говорит, Сергей, то есть Юрий, он мне говорит. Петр. Да, Петр он мне говорит. Изменяю все имена. Он говорит, полиция знает, что... Знает твои проблемы. Знает, что новых пиков нет, старых уже нет. Она не будет никого страховать, пока не начнут работать новые пики. Я говорю, а когда они начнут работать? Он мне говорит, запастись попкорном. И повесил трубку. Ну, нормальный человек, запастся бы попкорном, но я, будучи психопатом, еще в утробе матери, я не могу. У меня в феврале кончается осаго. Вопрос, те, посмотрим нерешен. Как мне жить? Я опять потерял аппетит, сон и либидо. Уже во второй раз. Во второй раз. За сутки. А в моем возрасте, кстати, аппетит и сон еще могут вернуться. А вот либидо, это уж точно нет. А какой в нем смысл? Нет, это я не знаю. На свете есть масса бессмысленных вещей, без которых нам невозможно жить. Поэтому не надо меня тут ладить. Либидо точно одна из них. Ну, абсолютно. Значит, я зашел в тындекс и набрал Московская городская служба технического контроля. Мне вывалился сайт, телефон. Я позвонил. Здравствуйте, говорят мне, с Новым годом, вас слушаю. Я говорю, здравствуйте, с Новым годом. Простите его. Я обычный автомото-веловодитель, психопат. Как мне пройти техосмотр? Мне говорят, простите, а какие-то проблемы? Я говорю, да. Я не могу нигде пройти техосмотр. Они мне говорят, почему? Я говорю, ну как почему? Новых пиков в Москве нет еще, старых уже нет, а я не могу. Вот тут меня обрывает и говорит, кто это вам сказал, что в Москве нет новых пиков? Я говорю, мой страховой агент. Мне так железным голосом говорят, будьте любезны, имя страхового агента и адрес, кто вам это сказал. Тут я стал медленно краснеть, начиная с внутренних поверхностей бедер, и когда краснота дошла до сосков, я говорю, вы знаете, я забыл. Ну, не могу же я девушку с ногами, глазами взять и продавать. Из либидо. Нет, этого я не знаю. Не надо меня вовлекать. Это, да. Значит, я говорю, я забыл, потому что наш разговор был короткий, я забыл. Он говорит, простите, пожалуйста, в каком округе вы живете? Я говорю, в Южном. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот вам удобно приехать на Рязанский проспект, владение 1, или, сказал он, первый Котляковский переулок, дом 1? Я сказал, вы знаете, поскольку первый Котляковский переулок звучит хуже, я поеду туда. Вот, как мне туда? Он говорит, пожалуйста, позвоните, дают телефон. Я звоню туда. Мне говорят, здравствуйте, слушаю вас. Я говорю, здравствуйте, с Новым годом. Мне говорят, с Новым годом. Я говорю, просите, пожалуйста, это пункт технического осмотра? Они говорят, да, да. Я говорю, простите, а могу я вас пройти техосмотр? Он говорит, конечно, мы вас с нетерпением ждем. Я говорю, просите, А можно я, так сказать, как-то вот запишусь? Он говорит, не надо записываться. Нет машин с отчаянием в голосе говорить на человеку. Приезжайте. Сделайте нам только из плана. Я говорю, просите, пожалуйста, а вы работаете в выходные дни? Он говорит, в субботу до трех, с восьми. Приезжайте. С таким рыданием прямо в голосе. Слушайте, мне стало интересно. Мне стало жалко. Я не спал всю ночь до субботы. Видимо, на почве какой-то запредельной истейки ко мне вернулась либидо. Правда, сон, как я сказал, я потерял. Я ничего не ел. Но сон оказался сильнее, чем либидо. Я похудел на сутки настолько, что непонятно, к кому либидо пришло и зачем. К такому, так сказать, худому мужчине. Он не узнал его. Абсолютно. Потому что масленцам приходить, так ко мне либидо могло прийти. Короче говоря, я в субботу ранним утром, почистив зубы, побрызгавшись дезодорантом, у меня есть прекрасный такой дезодорант. Не надо, это реклама. Это реклама, я знаю, да. Я сделал пш-пш. Взял деньги, документы и поехал. Навигатор первый Котляковский переулок, дом 1, нашел с трудом. Мне пришлось трижды спрашивать. И редкие, горестно качающиеся в ранний субботний час люди говорили мне, ну, тут надо синий ворот налево, заезжай. Говорили мне. Засыпая на ходу. Короче, я нашел синие ворота. Увидел шлагбаум и стеклянную будку. В стеклянной будке сидел швейцарский гвардеец. Но была прекрасная форма. Кепи. Синяя форма иностранного легиона французской армии времен Первой мировой войны. Он вышел ко мне и сказал, доброе утро, с Новым годом. Я вас слушаю. Я сказал, техосмотр будет, рожащим голосом. Он говорит, вы знаете, куда ехать? Я говорю, нет. Мне сейчас, пожалуйста, направо. Поставите машину вон у того белого здания. Подойдете к коричневой двери и нажмете кнопочку домофона. С вами поговорят. Слушайте, я встал на совершенно пустую стоянку. Подошел к коричневой двери, нажмете кнопочку домофона. И сказали, доброе утро, слушаем вас. Я сказал, здравствуйте, техосмотр. Сказали, да, да. Простите, пожалуйста, у вас машина чистая. Я сказал, ну, на ней там снежок, грязек. Вы знаете, сказали, мне такой, знаете, с сожалением страшно. Нам нужна чистая... Извиняйтесь. Да, нам нужна чистая... Не будете любезны, вот справа мойка. Я подъехал справа к мойке. Выскочили два... Как это принято говорить? Кавказской наружности. Выскочили два кавказской наружности. Ты не понял, коррекен. Скоро, что два человека. А почему? Все говорят кавказской наружности. Ну, все некорректны. Говорят женицы еврейской национальности. Это тоже некорректно. Хорошо, сколько вас обошло, сколько? Хорошо. 130 рублей. Мне помыли машину за 130 рублей, и я поехал обратно взад в коричневую дверь с кнопочкой. Я снова нажал, и сказали, не нажимайте, мы уже вам открываем. И дальше... Юрий Борисович, добавили они. Нет. Мы давно ждем вас. Не надо лгать. Хорошо. Я же правду говорю, что либидо вернулось, а сон и аппетит. Не надо лгать. Прости, прости. Короче говоря, вдруг, перед моим изумленным взором, медленно поехала вверх стена. Кирпичная. Нет. Стена кирпичная, это у Цветаевы. Часы в вокзале не надо. Здесь такая стена. И я увидел, господа, пустой, чистейший, стерильный, залитый светом автомобильный бокс, в котором стояли три человека, одетые в шикарные синие костюмы, невиданным нового рода войск. Я въехал туда. И он же сказал мне, будьте внимательны. Прошу вас выполнять мои указания. И стал мне показывать, куда. Я подъехал, куда. Он сказал, прошу вас выйти из машины. Я вышел. Он сказал, прошу вас документы я дал. Он сказал, прошу вас приготовить 690 рублей. Пойдемте со мной. Подвел меня к платежному терминалу. И сам, сам, стал на фоне возвращающегося моего либидо набирать какие-то цифры и буквы. И ввел данные мною им тысячу рублей. Хей! И сказал, к сожалению, платежный терминал не выдает сдачу. Вы не будете против, если сдача перейдет на счет вашего телефона? Я сказал, я не буду против. Я думал, на мой счет, ну ладно. На твой счет? Когда ты перейдешь, когда придет на твой счет. Нет, нет, это я ошибся. Извини. Это я виноват. Да. Ну, знаешь, я был так ошаражен. Прости. Короче говоря, деньги перешли на счет моего телефона. Тогда пришел он свернуться в машину. Пришел заполнять мои указания. И дальше он стал говорить. Прошу вас приехать вперед. 5 метров. Нажмите плавно на тормоза. Включите свет. Приключите свет. Ищите дальний свет. Включите. Противотуманные фары. Я сказал, я не умею. Я никогда в жизни не включал в своей машине противотуманные фары. Он сказал, не волнуйтесь. Перегнулся через открытое окно в салон. И показал мне, как включаются фронт и фьюжн. Задние, передние, противотуманные фонари. Потом он сказал, техосмотр закончен. Прошу вас подождать 7 минут. Всем спасибо. Мне вынесли талон. Сказали всего доброго. Мы будем рады видеть у нас, ваших знакомых, родственников и друзей. Нажали кнопку и совсем другая стена поехала вверх. И я выехал наружу. Теперь мы оставляем в сторону все эти артистические штучки. Господа страховые агенты. Зачем вы обманываете москвичей? Вы гады. Вы вообще понимаете, господа страховые агенты, что я несу вам свои деньги? Я подозреваю, кстати говоря, что ваши услуги не стоят тех денег, которых мы вам платим. Это точно. Но даже если бы мы платили вам адекватные деньги, господа страховые агенты, вы обязаны были бы на мой вопрос предоставить мне список работающих пунктов техосмотра и помочь мне вступить с ними в контакт, господа страховые агенты. У меня вообще давно, много лет возникает вопрос, зачем вы нам нужны? Ну не только они. Не знаю. Я говорю конкретно. Сейчас речь о них. Зачем вы нам нужны с вашей страховкой, которая по многим компонентам никак нам не помогает? Я мог бы описать, кстати, как меня страховка подвела, когда у меня случилась авария, или как вы говорите, страховой случай. Но я не буду сейчас, это тема другого совершенно подкаста. Господа страховые агенты. Совесть где? Трудно дать человеку, ищущему пункт техосмотра, перечень этих пунктов. Совесть застрахована. Смотрите, как я смотрю, с укором я старый, можно сказать, пожилой еврей, глаза мои полны боли, скорби и отчаяния. Девушка, имя которой я скрыл, девушка с прекрасными ногами, высокой грудью и горящим взором, я не назвал ваше имя. Контрольную службу МГС-ТК. А ведь мог бы. А надо, надо. Вот в этом ваша советская сущность. За московские пункты инструментального контроля. Аминь. За улучшающуюся с каждым днем нашу счастливую жизнь. Спасибо, товарищ Стар... Эм, нет. Спасибо, власть, за нашу прекрасную новую... За наше счастливое детство. И старое. И старое. И старое. И старое. Всем пока. Даже не знаю, как умуражать.